За это служение слава Господу, братья и сестры! Читаем вместе с ученой Писания. В эти дни как раз оно такое, значит, соответствующее нашим этим дням, тем служением, которое у нас было. Были это первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Так и нас ныне подобны и сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Братья и сестры, в эти дни наши друзья, братья и сестры, обещали Господу служить чистой и доброй совести всю свою жизнь. Им задавали такой вопрос, беседуя с ними, говоря, делали наставления, братья, сколько могли, старались преподать им важное Слово Божье, следование за Христом, даже практическую жизнь, как поступить в той или в той ситуации. Но я хотел бы сегодня, братья и сестры, обратить внимание, и также тех, которые приняли водное крещение, каждый в свой год, в свое время, на обеты. Мы обещали Господу чистую совесть. Служить Господу в чистой и доброй совести. Братья и сестры, если мы посмотрим в книгу Священного Писания, много людей давали обеты. Обычно обеты даем тогда, когда нам тяжело и трудно, не так ли? Когда какая-то тяжесть, скорбь, переживание, опасность, и человек дает обеты. Видим в книге Священного Писания. Вот Иаков идет, ничего нет, камень под голову подложил, молится, переживание, а дойду. Братья и сестры, переживания были. А если взвер на пути? Мы знаем в это время, когда мы читаем, там не так-то было небезопасно пройти, это длинное расстояние от Палестины, а что так, где между речью это. Урхалдейский. И он молится, Господи, если ты сохранишь пути, к которым я иду, дашь мне одежду одеваться, пищу есть, и я возвращусь назад, то этот камень, на который я возлил елей, будет домом Божиим. И всего, что ты, Господи, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Братья и сестры, кто-то слышал еще этот обет, который давал Иаков Господу? Кроме Господа никто не слышал. Там никого не было. Он в страх пришел, написано, как страшно это место. Он сказал, это ничто иное, как дом Божий. Это врата небесные. И дал обет Господу. И пошел. Трудности, переживания. Не было пред ним такой свободной, широкой дороги или зеленой улицы. Он говорит, 20 лет. Жара, стужа, ночи, днем, переживания. И вот прошло 20 лет, и он возвращается назад. Возвращается назад в те самые места, с которые он вышел, в ту землю. Я не знаю, братья и сестры, забыл он обет или нет, но Господь ему напоминает. тот обет, который ты мне дал. Исполни. И он пошел туда, снова на то место, где он лежал, где камень под голову положил. Не знаю, был. Нашел он камень, не нашел. Но там он благодарит Господа и молится. И тот обет, который дал ему Господь, он как бы исполняет. Я не знаю, до конца этой, трудно сказать, десятую часть. Я вот сейчас думаю, трудно сказать. Я думаю, да. Может, Слово Божие об этом не говорит, но не написано, что он не исполнил. И также в нашей жизни, братья и сестры, когда трудности и переживания, братья и сестры, вспомним не только обет при крещении, который мы давали. Мы давали обет любить наших жен. Мы пред Господом говорили, да. Обещаю. Мы давали обет повиноваться нашим мужьям. Мы обет давали Господу. Как Якова обет никто не слышал, кроме Бога, наш обет слышал о царьках. Каждый в свое время. А как, братья и сестры, с этим обетом, который мы давали Господу. Столько мы обетов давали, когда трудности были в нашей семье, болезни, переживания. А может, братья, те седовласты, которые нас забирали на несколько лет от дома отца и матери, и мы обет давали Господу. Господи, я Тебе обещаю. А потом прошло время и забываем. Я не хотел бы, братья и сестры, чтобы мы поступали так, как однажды Иоанн поступил. Он обещал Господу идти в эти места, куда Господь посылал его. А потом изменил. Пошел только не туда, куда Господь хотел, а в другое место. И Господь его останавливает. Господь бурю посылает. Сколько имущества выбросили в море, драгоценностей. А потом, в конце концов, когда выбросили Иоанну, Он сказал, я Господу обещал, я нарушил этот обет. И потом, Ишли в Акита, он молится, Господи, что обещал? Исполнил. Как он обещал Господу, мы не знаем, но эти слова его говорят о том, что он обещал Господу. Когда Господь посылал его, что обещал, исполнил. Часто в нашей жизни, братья и сестры, когда мы обещаем Господу, и на наш обет начинает влиять лукавый, начинают влиять друзья своими советами. Вы помните обет, который Сагул сказал, я исполню то, что Господь сказал. Он сказал, я исполню, я пойду на Маликитян. А потом начали ему советовать, да зачем это? Ты надо сохранить, надо сохранить лучшее, да для Господа сохранить лучшее. И они так сделали. Братья и сестры, и что Господь сказал? Послушание лучше жертвы, победование лучше ту ковну. Ты обещал, ты не исполнил. Я исполнил, я пошел на Малико. Ага, царь Амалькотийский. А что, пророк говорит, а что-то я слышу за за звуки, за влияние овец. Что это я слышу? Народ пожалел. Не с твоего слова. Ты, Саул, разрешил так. Ты сказал, хорошо, правильно говорите. Но ты же обещал Господу. Братья и сестры, если мы обещаем Господу и не исполняем это снова чар Господних, к этому не благоволит Господь. Божье Слово говорит, кто клянется хотя бы злому, то есть во вред себе и не нарушает это. Давайте вспомним место Священного Писания, когда Новохудносов пришел на народ израильский и окружили город, и они увидели свою беду и обещают Господу. Царь призвал, взяли, рассекли животных вополовину, на одну сторону, на другую сторону и прошли между рассеченными животными. Богатые люди и сказали, мы обещаем, отпустим еврея, евреянку, которую мы держим в рабах на свободу. Да и так должны они это было сделать без всякого беда. Там Божье Слово говорит, чтобы не держали в рабах столько-то лет, а потом отпустить на свободу. Даже не только отпустить, а еще снабдить из сточила своего, из гумна своего, из имущества. Они это не делали. Но потом уже царь увидел проблему. Может, здесь Господь поможет. И они отпустили, а потом начали назад забирать. И принудили их быть у себя рабами. И Господь это видел. И что Господь говорит? Вы нарушили. А еще хуже. Вы обесславили имя Мое. Обесславили имя Мое. Братья и сестры, как важно в нашей жизни, чтобы мы исполняли то, что вышло из уст наших. Обеты служить Господу в чистой и доброй совести. Обеты, которые мы даем мужу, жене. обеты, которые мы даем друг другу, дети родителям, родители детям. Как часто дети цепляются на то слово, которое вышло из уст отца и матери. Мама, ты говорила, что ты мне купишь. Папа, тату, ты казал, что мы поедем. И мы часто извиняемся перед нашими детьми. Сыночек, я говорил однажды из своей жизни. Однажды, как дети внимательно смотрят. Я говорил, там на Украине мы ездили на миссионерское служение, я завез сына своего к моей жены-матери, тещи. Я говорю, сыночек, будь у бабушки, а я буду возвращаться, я тебя заберу. И все, прошло время. Мы из одного села поехали в другое село, там, говорит, братья, там приготовили уже все для вас. Мы не думали там будет быть, но поехали туда. Люди собрались уже 12 часов ночи, они собрались, тут такая была рвение, жажда в этот час слышать Слово Божие. И мы с этого села поехали в другое село. Я возвращаюсь уже 2 часа ночи или попозже. Что я к тещу со сыном поеду? 2 часа ночи. Домой поехал. Утром мать звонит, Виктор, думай, что делать? Я говорю, что такое? До 12 часов ночи я его раздеть не могла. Скажу, раздевайся, папа уже не приедет, тату не приедет. Но-но-но-но. Мне тату сказал, приедет, вин приедет. И так одетый и лег. Они цепляются с наше Слово. И она мне предупредила, я прихожу и только дверь открыл, он стоит, смотрит на меня. Не так, как всегда, подойдет, обнимет, а стоит в углу, и смотрит. Я говорю, сыночек, прости меня. Вот так и так получилось. Но если бы мне мать не рассказала, я бы не обратил бы на это внимания. Не так ли, братья и сестры, как часто мы не обращаем внимания на то, что мы сказали нашим детям? Там подумаешь, сказал там. Они хорошо помнят это. И я начал все рассказывать по порядку, как случилось, как это, что было, что говорили. и это, и тогда, я смотрю, слезы в глазах, подошел и обнял. Братья и сестры, это на всю жизнь я запомнил. Как нужно быть справедливыми родители пред нашими детьми, мамы, пред нашими дочерями, сыновьями, а тем более перед Богом. Что обещал исполнить. Мы поем такой псалом, конечно, уже нет времени читать весь псалом, но я хотел бы только припев напомнить. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу, и мольбу, все обеты твои и мольбу. Братья и сестры, чтобы вы никогда не забыли то, что вы обещали Господу. Господь обещал хранить нас и благословлять нас. И Господь это делает. Он благословляет жизнь нашу. Но когда приходят трудности и переживания, мы Господу обещаем, Боже, я служить Тебе буду. Я трудиться буду в церкви. Господи, я то и то сделаю. А потом приходят нападки на наши обеты, которые мы даем. Сатана, друзья, советники мудрые, в кавычках. Да что ты такое? Есть много обетов, которые люди дают в неразумии. Тоже обеты. И мы часто говорим молодежи, таких обетов не давайте. Пообещай Господу, что ты замуж не будешь выходить. Откуда эти обеты? Пообещай Господу еще что-то, и мы говорим, ну-ну-ну-ну, эти обеты не на сломание Слова Божьего. этого быть нельзя таки давать обеты. Братья и сестры, хорошо, когда мы расскажем нашим детям об этом, когда мы расскажем нашим сыновьям и дочерям. Тот, что вышло из уст наших, тот, что мы обещали, как важно исполнить, даже, как Божье Слово говорит, даже во вред себе, если мы обещали. А тем более, вот смотрите, обет дала Анна Господу. Непростой обет она дала. В храме молясь. Сестры, а ну, давайте и братья, вспомним наши обеты. Подобно обетом, обеты, обет, который дала Анна. Дала, Господи, если дашь мне дитя мужеского пола, я отдам его тебе на всю жизнь, и бритва не коснется головы его. Легко было исполнить этот обет? Я думаю, нелегко. Сестры, матеря, братья, отцы, нелегко было исполнить. Я не знаю, как там Илкана, этот муж ее согласился с этим. Но он сказал, пусть Господь утвердит то слово, которое вышло из уст твоих. Дорогой брат, не утвердил не Господь слово, которое сестра вышла из уст наших, когда мы обращались к Господу, давали обет, не исполнили Господь то, что мы просили у Него. Дорогой друг, который отошел от Господа, вспомни, что ты обещала, что ты обещала. Вспомни обеты твои, вспомни мольбу. Братья и сестры, Господь, Господь желает, чтобы мы обещали Господу нашу добрую совесть, нашу жизнь святую, чтобы мы были святыми примерами в этом мире, где мы живем. Вы помните, какой обет дал Ефай, когда шел на войну? Нет, у него не было там прекрасно, ему надо было воевать, никак не будет. И их было совсем мало, а врагов очень много. Но он сказал, Господи, если предашь врагов руки мои, то первое, что выйдет из дома моего, будет тебе. А потом увидел, но он не мог это нарушить. Он не мог это нарушить. Он сказал, дочь моя, ты сразила меня, ты в числе нарушителей покоя моего, я отверз от тебя уста свои, и не могу нарушить, не могу отречься от этого. И напросила отец, разреши мне на горы пойти. Я там с подругами моими несколько времени побуду там. Я не хочу дальше толковать, братья и сестры, это место для нас многих непонятно. я я знаю как, что было, но в жертву он ее не возносил, а просто она не была у нее семьи. Вспомни, легко было, братья и сестры, исполнить это? Единственная дочь была, но отверз уста свои и не мог нарушить. Братья и сестры, когда я проверяю себя, часто мы много говорим, да, обещаю, да, сделаю, а потом вроде и внимания не обращаем на наших деток, на чарей, сыновей, на наших жен, на наших мужей, а Господь к этому благоволит? Не благоволит. А когда болезнь приходит в нашу жизнь или проблема в нашу семью, Господи помоги, Господи помоги, если ты поможешь, я буду тебе трудиться, я служить тебе буду. Господь помог. И мы забываем это. И нарушаем Божье Слово, братья и сестры. И Божье Слово говорит об этом, не благоволит Господь тем, которые поспешно дают обеты, а потом нарушают. И написано бесславят имя Господа. Да поможет нам Господь, братья и сестры, вспомнить то, что мы обещали Господу. Сегодня такие дни, когда было водное крещение. И для меня это слово дорого, братья и сестры, для меня это слово дорого. Проверяем нашу жизнь. Господи, а как с моим обетом, который я давал тебе прошлый год, 10 лет, 20, 30, 40, 50 лет тому назад? Служи тебе в чистой и доброй совести. Люби тебя всем сердцем, разумением, крепостью, силами. А вспомним, братья, которые мы давали обещание устраивать Церкову Господню, нашим служением, благословение приносить. Дорогие братья и сестры, там, где мы находимся, где поставил нас Господь, мы обещали служить Господу. Господи, я прославлять имя Твое буду, я говорить буду, свидетельствовать буду, помоги мне в этой ситуации. Братья и сестры, благословен тот человек, который исполняет то, что обещал. Хоть на эти обещания, на эти наши обеты, враг старается, враг старается разрушить это. Господь молился в Евзиаманском суду, когда пришел на эту землю, да будет Твоя воля, Господи. Он пришел с такой миссией исполнить Слово Отца Небесного искупить человечество, братья и сестры. И он, Господи, и там написано Ангел с Небес, укреплял его. Я не знаю, как укреплял, что он говорил, но я думаю, говорил, важна эта миссия Твоя. Миллионы, миллиарды она даст жизнь и надежду на спасение. Что это значит, братья и сестры? Это значит великое, хоть, конечно, путь очень тяжелый и очень ответственный и скорбный путь, но он совершил до конца то, с какой миссией он пришел на эту землю. И желает, братья и сестры, чтобы мы исполнили все наши обеты и всякое слово, которое вышло из уст наших. Тво может в этом Господь. Слоним колени помолимся. Аминь. Аминь.